Эти учения для пензенских медиков волнительны особенно. С чумой никто из них ни разу в своей работе не сталкивался. Условного больного, минуя приемное отделение, доставляют в инфекционное. Мужчину завозят в заранее подготовленный бокс. Здесь уже его ждут медики из госпиталя особо опасных инфекций. Они знают, что пензенец приехал из страны очага инфекции чумы, а потому все предосторожности для работы с ним уже соблюдены. И все готово для полноценного обследования. Во время него, следуя легенде, мнимый больной старается кашлять. Медики собирают анализы, в том числе для лабораторной диагностики, делают рентген грудной клетки, чтобы выявить очаги поражения. И раскрывают предварительный диагноз. В реальных условиях он поверг бы пациентов в шок. Здесь, на учениях, все сохраняют полное спокойствие. Мы вас подозреваем в одной из особо опасных инфекций, которая называется чума. Именно легочная ее форма. За каждым движением внимательно следят инфекционисты со всей области, из городских и районных медучреждений, а также работники Роспотребнадзора. Для них это наглядная методичка, план действий в случае реального обнаружения забытой и смертоносной болезни. Пациент, в свою очередь, тоже пытается извлечь пользу. В реальной жизни он медик, хирург-ординатор. Но, сняв кислородную маску, совсем как обычный человек, говорит о том, во что сложнее всего было поверить, готовясь, в кавычках, заболеть чумой. Что она до сих пор существует, и этот вопрос актуален до сих пор. Далее врачи крайне осторожно передают из рук в руки материалы для анализов. В специальном боксе их отправляют в лабораторию. Завершающий этап – дезинфекция. Сейчас, когда пандемия коронавируса отступила, медики уверены, такие учения не напрасны. Важно быть готовыми к самым невероятным сценариям, в том числе чуме. Если ее сравнивать с ковидом, контагиозность в разы выше. И это заболевание имеет сейчас актуальное значение, как и другие особо опасные инфекции, поскольку в нашей стране есть природные очаги чумы и высока вероятность завоза этого заболевания с другой территории. Поэтому для нас очень важно подготовиться к встрече с таким пациентом, поскольку мы не видели таких пациентов. Последний раз чуму в России выявляли в 2017 году. Массовых же вспышек вообще не было на протяжении 20-го и 19-го веков. Тем не менее, врачи напоминают, недуг может появиться снова. А особенно внимательными стоит быть любителем охоты. Инфекция передается при разделке туш, а также воздушно-капельным путем – при контакте с пациентом или инфицированным животным. Продолжение следует...